Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В целом всю Западную Европу Конструкторами института создан легендарный Тополь Американцы готовы были пойти на любые уступки На переговорах по ограничению стратегических вооружений Только бы советское руководство согласилось На уничтожение этих ракет Теперь на смену этому комплексу И должен прийти Тополь-М В создании стратегических ракет Принимает участие около 600 предприятий И почти каждая из них уникальна Выпускает продукцию, аналогов которой нет Когда боеголовка Межконтинентальной баллистической ракеты Например Тополя Подлетает к цели Она раскаляется буквально до бела И испарилась бы, если бы ее не защищал Вот такой графитовый наконечник Вот здесь, на самом его кончике Температура может достигать 6000 градусов Как говорят конструкторы, условия примерно такие Как при вхождении космического аппарата В атмосферу Венеры А создали эту уникальную деталь В Московском научно-исследовательском институте графит Подобные предприятия военно-промышленного комплекса Можно по праву назвать Стратегическим резервом России Стратегический резерв 30 декабря 1946 года Вашингтон, Белый дом Лично для президента США В Советском Союзе на уран-графитовом реакторе Была осуществлена отсыпная реакция деления урана Таким образом, Советами сделан первый шаг К созданию собственной атомной бомбы Когда-то здесь, в Москве Находился сверхсекретный завод Под номером 523 Где изготовлялись наши первые стержни Из очень чистого графита Которые позволяли управлять ходом ядерной реакции Без них реактор просто не может работать Первые стержни стояли на реакторах Того, что сейчас называется Челябинск-40 Челябинск-40 И с них, начиная с 1947 года Уже нарабатывался оружейный плутоний На всех этих реакторах Этот оружейный плутоний стал ядерной взрывчаткой Нашей первой атомной бомбы Когда в Советском Союзе начались работы по мирному атому Завод получил задание на поставку графитовых элементов Для реакторов атомных электростанций И силовых установок Вплоть до начала 80-х годов Весь ядерный графит страны Делался здесь Не существует ни одного атомного реактора Независимо от того, где он расположен На ледоколе, на подводной лодке или где В системе которой не применялись бы углеродные материалы Разработанные нашим институтом До недавнего времени Почти на всех работах Валерия Костикова Стоял гриф «Совершенно секретно» Под его руководством создан уникальный материал «Гравимол» Из которого была сделана тепловая защита нашего первого космического челнока «Уран» Если бы мы не создали вот этот материал Который стоит на носке На носках крыльев и на носу этого корабля С рабочей температурой 1650 градусов При вхождении в плотные слои атмосферы Этот корабль разрушился бы за 30 секунд И превратился бы в плазму Насколько важна такая защита для космического корабля Видно на этих кадрах Вот что случилось с американским кораблем «Колумбия» При утрате только одного фрагмента термозащиты Последняя катастрофа с американским кораблем Где, в общем, по сегодняшнему анализу Образовалось, в общем, в одной из кромки крыла Образовалось отверстие И через это отверстие началось разрушение корабля Наше покрытие из гравимола было рассчитано на 100 полетов Но «Буран» слетал в космос только один раз Он стартовал утром 15 ноября 1988 года Этот крупномасштабный проект во многом опередил свое время «Буран» мог выводить на орбиту до 30 тонн полезного груза Был способен проводить разнообразные маневры и операции Включая ремонт и обслуживание космических аппаратов Это был прообраз орбитального самолета будущего Способный работать и по оборонным программам У меня в руках фрагмент обшивки космического корабля «Буран» Сделанный из углерода Вообще в природе промышленный углерод или графит Является гораздо более хрупким материалом, чем самое тонкое стекло Невероятно, но именно из этого материала Делают носовые обтекатели, камеры сгорания и сопла ракет А вот этот материал соткан из тончайших графитовых нитей Толщина которых в три раза тоньше человеческого волоса Удивительная прочность этих нитей позволяет делать из такой ткани даже корпуса ракет Сейчас вы впервые видите процесс создания материала Из которого потом изготовят наконечники для ядерных боеголовок Характеристики наконечников и их количество Являются абсолютно секретной информацией Обладая такими сведениями, можно точно оценить потенциал наших стратегических сил На изготовление одного такого наконечника уходит целый месяц Во всем мире эту операцию выполняют вручную Она требует огромного терпения, внимания и точности Более ни одно предприятие России не обладает подобной технологией Но даже самой совершенной стратегической ракете нужна стартовая площадка и системы управления Это предприятие мы тоже показываем впервые До недавнего времени специальное конструкторское бюро «Титан» считалось совершенно секретным предприятием Все стартовые комплексы Открытого гражданского космоса и военного космоса Оборудованы нашей аппаратурой То есть без нашей аппаратуры ни одна боевая ракета не взлетит Здесь создают системы управления, которые позволяют автоматизировать старт ракеты Участие человека минимальное Оборудование может работать в экстремальных условиях Способно выдерживать многократные перегрузки Конструктивные применяются методы, которые позволяют выдерживать определенного рода, конечно, землетрясения И не только землетрясения, но и воздействия всяческих там взрывов, ударов Эти системы очень надежны Команда передается параллельно по нескольким каналам управления Если противник нанесет удар и один из каналов выйдет из строя Система продолжит свою работу А неисправный блок заменит, не снимая ракету с боевого дежурства При расчетах надежностных характеристик нашего оборудования Мы всегда исходим из того, что один канал у нас же всегда отказал Причем все комплектующие, в том числе сложнейшие микросхемы Которые используются в боевых системах Должны быть отечественного производства Это требования заказчика Министерства обороны Но абсолютно не факт, что там, где используются изделия Общепромышленного назначения Мы не можем использовать, например, зарубежные аналоги Я считаю, что это неправильно Даже сегодня, в условиях, когда оборонный заказ является невыгодным КБ продолжает работать Выручает гражданская тематика Сейчас здесь разрабатывают автоматизированные системы управления Для перспективного ракетного комплекса «Ангара» «Ангара» — это новая российская ракета Которая должна стать универсальным носителем У нее есть несколько модификаций От легкой до тяжелой И ориентировочный первый старт И должен состояться в 2006 году Ракетный комплекс «Ангара» Стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов Создается на космодроме Плесецка Новейший российский космический тяжеловоз «Ангара» Сможет выводить на орбиту аппараты Массой до 6 тонн Сегодня наша самая мощная ракета «Протон» Способна нести полезный груз весом всего 3 тонн Причем «Ангара» не будет использовать агрессивное и токсичное топливо Управлять стартом этой ракеты Будут автоматические системы, созданные в конструкторском бюро «Титан» Эти системы разбросаны будут по всему космодрому И они будут поддерживать эту жизнедеятельность В эксплуатации ракетных комплексов нет мелочей Даже такой, казалось бы, рутинный процесс, как погрузка ракет в шахту Требует предельной осторожности и точности На этом снимке вы впервые можете видеть Как с помощью сверхточного крана в атомную подводную лодку Загружается межконтинентальная баллистическая ракета Город Северодвинск Город Северодвинск Существующим предприятием здесь является завод, где создают и обслуживают стратегические атомные подводные лодки Если остановится завод, то умрет и город А завод может остановиться, если прекратит работу этот уникальный кран Краны, которые мы производили для, будем говорить, военных моряков Для строителей подводных лодок атомных Они, конечно, чрезвычайно уникальны Это ответственная очень работа С помощью таких кранов, как ДПК-63, ДПК-125 Производится загрузка боеприпасов Это и ракет, и торпед Эти специализированные краны способны доставить в нужное место груз весом в десятки тонн с точностью до миллиметра Работа с ракетой, с ядерной головкой То это чрезвычайно ответственная машина Со всеми, так сказать, запасами прочности, надежностью и так далее Четверть века проработал Виктор Васильев на заводе подъемно-транспортного машиностроения Завод ведет свою историю с мастерских, созданных в 1868 году Для ремонта подвижного состава крупнейшей по тому времени магистрали Санкт-Петербург-Варшава Впоследствии, уже после Гражданской войны, здесь начали строить краны И вскоре завод стал ведущим предприятием страны в этой области Отдельный корпус был специально построен под космическую тематику Именно здесь собирались сложнейшие термы для обслуживания космических кораблей Начиная с Гагаринского старта, который до сих пор, кстати, функционирует Приятно посмотреть, когда видишь, что с него еще взлетают ракеты Это все создавалось на заводе На этом предприятии были созданы подъемные механизмы Для обслуживания стартового комплекса корабля «Буран» Именно подъем «Трансмаш» спроектировал и построил оригинальную систему спасения космонавтов На тот случай, если бы во время подготовки к старту произошла авария Изюминкой этого решения стал склиз Особым образом устроенный спуск наподобие детской горки Все происходило автоматически Его задача была только выскочить из кабины и упасть на склиз Пролетал дверь, дверь автоматически закрывалась То есть если пожар и так далее, чтобы туда газы не попадали И он попадал фактически в руки людей, которые должны были ему оказать помощь Более 10 тысяч огромных кранов было выпущено на этом предприятии Они строили Братскую и Красноярскую, Саяно-Шушенскую и Асуанскую гидроэлектростанции Волгобалтийский канал и Цемлянское водохранилище Предприятие было единственным в Советском Союзе производителем кранов для морских и речных портов Именно здесь в рекордные сроки было изготовлено уникальное подъемное устройство Для строительства саркофага на Чернобыльской атомной электростанции Сутками не уходили от кульманов, когда буквально с белка, так сказать, с чертежа Который вот только сошел с кульмана, так сказать, его несли На нем технологи писали прямо от руки технологию, несли в цеха И тут же начинали изготавливать Сегодня этого завода больше нет Его сотрудники оказались на бирже труда Лишь несколько бывших работников охраняют то, что осталось от цехов и конструкторских бюро Как это ни странно звучит, подъем Трансмашу просто не повезло с места расположения То, что когда-то было преимуществом Завод располагался между Варшавским и Балтийским вокзалами в двух шагах от метро Стало причиной его ликвидации Фактически речь шла о борьбе за территорию Станки наши уникальные, они выдернуты и перепроданы за границу На заводе когда-то стояли единственные в своем роде карусельные и расточной станки Только на них можно было обрабатывать детали диаметром до 13 метров Которые потом использовались при создании стартовых площадок наших космических кораблей и стратегических ракет Когда оборудование просто хищническим путем уничтожается, распродается за определенные и немалые деньги Это предприятие перестает существовать и это не приватизация Это просто откровенное разграбление Подобная судьба грозит большинству предприятий, от которых зависит создание ракетного щита России Например, конструкторскому бюро «Титан», поставляющему систему управления для запуска ракет Наше предприятие включено в прогнозный план приватизации в 2004 год При этом оно попало в группу предприятий, доля участия государства, в которых после акционирования равна нулю То есть практически нас поставили, ну скажем так, на одну доску с овощебазами, хлебозаводами Генеральный директор узнал о принятом решении совершенно случайно из прессы Даже в министерстве, которому подчинено КБ, никто не знает, кто подал заявку на приватизацию Если речь идет о государственном предприятии, которое абсолютно нормально функционирует В условиях, когда в государстве превалирует рыночное отношение Абсолютно нет никакой необходимости изменять его форму собственности Если КБ будет приватизировано и попадет в частные руки, то еще неизвестно, как отнесется новый владелец к оборонному заказу Частный предприниматель вряд ли будет заниматься вопросами обороны нашей страны И вряд ли он будет отдавать 10 миллионов прибыли в бюджет Это я вам могу гарантировать на 100% Государственные оборонные предприятия есть в большинстве стран производителей военной техники В том числе и в США Но большая часть военного производства находится там в частной собственности И все предприятия процветают Секрет этого успеха в том, что вся военная промышленность находится одновременно и под жестким контролем И под особой опекой правительства Государство, исходя из интересов национальной безопасности, само определяет долю своего участия в производстве вооружения В России подобные схемы взаимоотношений только начинают внедряться Почти 10 лет оборонный комплекс был брошен на произвол судьбы И многие бывшие предприятия ВПК на волне дикой приватизации оказались под контролем иностранных инвесторов В известное время абсолютно целенаправленные действия Основной задачей которых было Либо в случае, если эти предприятия создают конкурентную среду на международном рынке Исключить эти предприятия из числа конкурентов Либо пойти по пути дезинтеграции тех или иных предприятий Предприятий с целью ликвидации уникальных технологий Так, ведущий в стране комбинат по производству танковой брони имеет значительную долю иностранного капитала Как ни странно, но сегодня транснациональная компания «Доферка» вкладывает деньги в расширение производства Неудивительно, расположенный рядом с комбинатом танковый гигант «Уралмашвагонзавод» получил многомиллиардный заказ на поставку танков Т-90 в Индию И можно рассчитывать на получение прибыли от поставок брони Но как поведет себя западный инвестор, когда индийский контракт закончится? Не свернет ли производство и не окажется ли Россия вообще без брони? В этом случае встанут производства огромного города Нижний Тагил В годы войны, получившего название Танкоград Сотни тысяч людей окажутся без средств существования В России 1100 городов Примерно 600 из них с единственным градообразующим предприятием Надо ли говорить, что большинство из них работало на оборону? Сегодня в официальном перечне находящихся в кризисе городов Стоят 11 ликвидированных градообразующих предприятий А завтра в этот перечень может попасть половина российских городов Вспомним историю с московским вертолетным объединением имени Миля Его приватизация в 1992 году чуть не привела к свертыванию работ над нашим супервертолетом Ми-28 Который намного превосходит по характеристикам знаменитый американский Апач Ми-28 может выполнять фигуры высшего пилотажа Мертвые петли, бочки, перевороты с последующим разворотом Это позволяет вертолету уклоняться от огня противника После приватизации ОКБ Миля его акционером стал бывший соперник Американская фирма Сикорский Естественно, она была заинтересована в поглощении конкурентов Вмешательство государства в самый последний момент предотвратило развал российского вертолетостроения И уход его с внешнего и даже с внутреннего рынка 14 февраля 1999 года Вашингтон, округ Колумбия Для ознакомления всем юридическим участным лицам США Запрещаются всякие контакты со следующими российскими учреждениями и фирмами С Балтийским госуниверситетом, главкосмосом, НИИ Графит, институтами МАИ, Энерготехника, Ассоциацией Полис, фирмами МОСО, Европалас и НОР и Химико-технологическим университетом Менделеева, администрация президента США Наша промышленность, в том числе оборонная, тяжелая и всякая, мировому сообществу не нужна Они сами достаточно производят продукции И единственные задачи их были либо разведки, либо задачи устранения конкурента В подобной ситуации оказался и НИИ Графит Попавший в 1999 году в список 10 российских предприятий, по отношению к которым американская администрация ввела экономические санкции Их обвинили в сотрудничестве с Ираном Мы якобы помогали Ирану создать вот эту вот ракету, которую Иран испытывал и которая в них пролетела полторы тысячи километров Санкции были введены, когда НИИ Графит вышел на мировой рынок с лучшими в мире авиационными графитовыми тормозными дисками В результате одним конкурентом у американских фирм стало меньше Правительство Соединенных Штатов отстаивает интересы своего ВПК всеми имеющимися в его распоряжении способами Потеря института НИИ Графит приведет к потере большинства наших разработок, серийных и перспективных В области твердотопливной ракетной техники, от самых маленьких ракет до самых больших стратегических ракет Казалось, 31 октября 2002 года институт прекратил работу навсегда К стратегическому предприятию НИИ Графит отключили электричество Эта история началась в 1992 году, когда опытная производственная площадка института была приватизирована Институт остался в государственной собственности, но все его коммуникации оказались на территории частных владельцев В результате отключения электроэнергии мы остались без возможности выполнять гособоронзаказ Если бы отключение произошло внезапно, то эти специальные печи могли бы попросту взорваться Тогда в радиусе нескольких сотен метров не осталось бы ничего живого Если наши печи отключаются под нагревом, то происходит взрыв бомбы, бомбы очень большой мощности Именно в эти дни, когда институт остался без электроэнергии Здесь выполнялся заказ для тульского предприятия «Сплав» Где создаются известные на весь мир системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч» В 2000 году рыночная стоимость технологий, накопленных российским ВПК, оценивалась в 400 миллиардов долларов Это сопоставимо с доходами России от экспорта нефти и газа за 10 лет Но пока этот капитал в основном не только почти не востребован, но и находится под угрозой На сегодняшний день, по самым скромным оценкам, уже утеряно около 200 технологий Которые прямое отношение имеют к оборонно-промышленному комплексу Сейчас вы видите редкие кадры Запуск стратегической ракеты «Тополь» с космодрома «Лисецк» Донесение спусковых 1.10, система управления включена Ключ в положении 1 Есть! Внимание! Есть! Пусть! Пролетев более 6 тысяч километров, через 27 минут Боеголовка ракеты попала точно в цель на Камчатском полигоне Вот так работают изделия Московского института теплотехники В начале года мы буквально оказались на краю пропасти Когда два важнейших предприятия, которые выполняли ответственнейшие детали в ракете «Тополь-М» Были остановлены Не изготавливали продукцию И нам пришлось предпринять титанические усилия, подключив всех и вся, для того, чтобы вновь запустить этот процесс В 2003 году Московский институт теплотехники выполнил оборонный заказ Очередная партия новейших комплексов «Тополь-М» поступила в распоряжение нашей армии Пока еще удается поддерживать связи между сотнями российских предприятий, создающих стратегические вооружения А ведь речь идет об оружии, обеспечивающем национальную безопасность страны Хотя вот уже несколько лет предпринимаются серьезные шаги по исправлению ситуации Стратегический резерв из оборонных предприятий все еще находится в опасности Леонардо да Винчи говорил, что существует три разновидности людей Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит Не хочется думать, что среди людей, от которых зависит наша оборона, большинство тех, кто не видит ее реальных проблем Субтитры создавал DimaTorzok